Доброго дня! Приветствую вас на канале интернет-магазина «Энергомаг». Меня зовут Александр. Я предлагаю новое видео по теме «Электрика в квартире или в доме?» УЗО, ДИФ-автомат. Как правильно подобрать? Сколько их должно быть для того, чтобы обеспечить максимальную защиту человека? В начале видео хочу традиционно поблагодарить подписчиков нашего канала, которые остаются с нами и помогают развивать наш канал. Огромное спасибо! В предыдущем видео, которое вы можете посмотреть по ссылке в описании, я рассказывал на примере производителя «Шнайдер Электрик» по схеме, из каких элементов должен состоять электрический щит. на примере серии «Изи-9» – это серия адаптированная для бытовых потребителей, из каких элементов или компонентов должен обязательно состоять электрический щит для обеспечения защиты оборудования и человека. И говорил в этом видео, что в последующих расскажу, остановлюсь на конкретно тех элементах отдельно, сколько их должно быть, и в частности, о УЗО или дифференциальных автоматах. Что такое УЗО, вы можете посмотреть тоже по ссылке в описании, есть видео на нашем канале. Скажу коротко, это устройство защитного отключения, которое работает по принципу сравнения тока, который протекает по фазному проводнику и по нулевому проводнику, или через нагрузку, и если разница между этими величинами будет больше, чем уставка срабатывания этого УЗО или дифференциального автомата, тогда происходит срабатывание, и не допускается возможность поражения, ну не дай бог, конечно, человека электрическим напряжением. Есть УЗО и дифференциальные автоматы на разные уставки срабатывания, на 100 мА, на 30 мА, и Шнайдер Электрик рекомендует устанавливать на вводе в электрический щит УЗО с уставкой 100 мА, и далее уже непосредственно на тех потребителей, которые связаны с ванной комнатой, с кухней, на отдельную линию уже или дифференциальные автоматы, или устройство защитного отключения и отдельно защитные автоматы. Давайте я кратко вам дам информацию о том, какой ток является опасным для человека. Согласно исследованию, которые предоставлены в рекомендации Шнайдер Электрик, которые проводились в разных странах, ток величиной полмиллиампера, он уже ощущается, то есть, как говорят, щипается, кусается, то есть это еще не приводит, к мышечным сокращениям величина такого тока, но человек уже себя некомфортно чувствует. Если, может, когда-то у вас были в квартире или в доме или на даче старый холодильник, который уже изоляция у него, ухудшилось состояние изоляции, и есть такой эффект, как говорят, кусается, когда берешь за холодильник. Это величина полмиллиампера. До 10 миллиампер уже происходят мышечные сокращения, это уже может повлиять на жизнь человека. Опасным считается величина от 30 до 40 миллиампер, величина тока, которая уже может быть опасна для жизни. А ток величиной 1 ампер может привести к гибели человека. Поэтому уставка, которая установлена непосредственно на линию, и мы тоже, когда производим электромонтажные работы, мы заказчику объясняем, что, к примеру, на стиральную машину, отдельную линию, отдельную линию на болер, отдельная линия на посудомойку, ну, все, что связано с водой, должен стоять дифференциальный автомат. Либо дифференциальный автомат это 2 в 1, это и защита от короткого замыкания, и защита от тока утечки от поражения, если произошел пробой изоляции на корпус. И величина его должна быть 30 миллиампер уставка. О чем это говорит? Что если будет величина тока утечки более 30 миллиампер, то за какие-то миллисекунды произойдет отключение, и эта линия обесточится. УЗО, которое устанавливается на вводе, как рекомендует Шнайдер Электрик, оно предназначено для защиты от косвенного прикосновения. То есть уставка, если человек не напрямую прикоснулся, а где-то утечка идет, то есть защита во всех элементах, вот на вводе стоит УЗО, оно защищает все элементы. То есть розетки, которые могут быть просто подключены на автомат, не дифференциальный автомат, а обычный защитный автомат. И где-то здесь пойдет утечка, если схема правильно выполнена, все спаяны коробки правильно, если это соединение, кстати, можете посмотреть видео на нашем канале. Схема электрическая с использованием распределения коробок, без распределительных коробок, плюсы и минусы. Если все правильно сделана схема, то это УЗО сработает и защитит вас или оборудование, если где-то утечка идет через оборудование, которое контактирует с землей, от опасного потенциала, который может появиться на корпусе. Поэтому Schneider Electric рекомендует устанавливать УЗО на вводе и УЗО на каждую, или дифференциальный автомат на каждую линию. Ну, если вы не электрик, вы для себя хотите понять или планируете какие-то электромонтажные работы, как это правильно должна быть схема выполнена, вы можете обратиться к нам. Мы выполняем электромонтажные работы, также предлагаем проектирование, если нужен проект какой-то, ну, любой объект, квартиру, дом, производство. Мы не только выполняем электромонтажные работы в квартирах и домах, ну, и офисы, производство, любая сложность электромонтажных работ. То мы вам подскажем, как эта схема должна быть выполнена. Но, еще раз повторю, а вы для себя запомните, что обязательно должен быть дифференциальный автомат или УЗО на те элементы, которые связаны с ванной, с кухней, с водой, и рекомендует производитель УЗО на вводе. Вот, все по теме данного видео. Если остались вопросы или появились, задавайте в комментариях данному видео. Если у вас, вы электромонтажник, электрик, у вас свое мнение какое-то есть, или, может, что-то я не досказал, потому что, бывает, часто пишут в комментариях, не сказал то, не сказал это. Очень тяжело за несколько минут изложить информацию, которая может быть изложена в какой-то даже книге. Поэтому рад, буду конструктивным комментарием. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Если еще не подписаны, предлагаю вам подписаться на наш канал. Мы регулярно предлагаем видео по теме электромонтажной работы, солнечные станции, системы заземления, молния защита и по всему оборудованию, которое представлено на нашем сайте www.energomag.net С нами будет интересно, с нами будет не скучно. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok